В регионе стартовал федеральный проект «Детство без опасности». Это образовательная программа для молодых родителей, обучающая правилам безопасной перевозки детей в автомобиле. Тренинги будут проходить на базе перинатальных центров или родильных домов. На первом уроке побывала Наталья Чекет. Сначала специалисты экспертного центра на демонстрационном оборудовании будут обучать врачей, которые в свою очередь уже расскажут роженицам о важности использования автокресела детских удерживающих устройств. В салоне машины при перевозке младенцев и детей более старшего возраста. Прежде чем установить кресло в автомобиль, мы сначала дома в комфортных условиях, где у нас комфортная температура, усаживаем ребенка в кресло, одеваем его, пристегиваем и только потом уже приносим кресло в автомобиль. Существует два способа крепления кресла. Первый – это зафиксировать ребенка ремнем безопасности. Второй – с помощью специальной системы «Айсофикс». Она представляет собой жесткое крепление автокресла к сидению машины. Благодаря этому обеспечивается лучшая защита малыша. Стыковка происходит легко, а удерживающее устройство жестко закрепляется. На некоторых моделях имеются электронные индикаторы, которые меняют цвет, если кресло установлено правильно. Руководитель проекта рассказывает, что детская смертность и травматизм в качестве пассажиров автомобиля чаще всего связан с недостаточной информированностью родителей о правильности перевозки и крепления детских удерживающих устройств. Основная ошибка – это когда его ставят по ходу движения и не отключают подушку безопасности. Это то, что может привести даже к летальному исходу ребенка. Данный проект решает проблему, связанную с детской смертностью на дорогах в качестве пассажиров, потому что дети – это пассивные пассажиры, пассивные участники дорожного движения. И также у нас есть снижение детской смертности сейчас, но, к сожалению, есть рост детского травматизма. Проблема безопасности при перевозке детей требует особого внимания. В этом мнении едины все участники проекта. Так, с января этого года на территории Тверской области зарегистрировано 122 ДТП с участием детей, в которых пострадал 81 ребенок. Поэтому, чтобы сократить число новых возможных случаев, специалисты считают, главное – это проведение профилактических мероприятий. А в управлении ГИБДД по Тверской области напоминает о правилах перевозки маленьких пассажиров. Перевозка детей в автомобиле до 12 лет на переднем сидении должна осуществляться с помощью детского удерживающего устройства, а на заднем пассажирском сидении – до 7 лет. Эксперты советуют при выборе детского кресла спрашивать сертификат соответствия у продавца, а при установке четко соблюдать инструкцию. А еще одно важное правило – не стоит покупать кресла на вырост. Специальные автомобильно удерживающие устройства подбираются в соответствии с возрастом и весом ребенка. Все участники проекта «Пройдя обучение» получат памятку, как с помощью автокресел обеспечить максимальную безопасность ребенка в салоне машины, а также комплект светоотражающих элементов для коляски или одежды малыша.